Вспомним кратко разные протоколы, которые используются в существующих операционных системах сетевых протоколах. Это у нас, естественно, стек протоколов SOC. Модели стек протоколов, это референтная модель, относительно нее мы будем сравнивать все остальные протоколы. Стеки протоколов IEEE 802, это протокол локальных сетей, TCPIP, это основной протокол сетевой на данный момент, и дополнительные протоколы IPX SPX и NetBIOS SMB, это первый протокол NetWare, на данный момент его можно считать умирающим или умершим практически, но интересно все-таки о нем что-то знать. И NetBIOS SMB это протокол LAN-менеджера IBM Microsoft, ну фактически это Windows, который частично работает поверх TCP, а частично использует наработки этого стека протоколов. Итак, как вы помните, протоколы строятся иерархически. У нас набор уровней, набор уровней задает протокол между уровнями задается некие правила для взаимодействия между ними, и на каждом узле у нас задается некий стек протоколов, то есть это некий список протоколов, объединенных общей концепцией и общим набором уровней. Примерно вот так вот выглядят у нас уровни протоколов. Логически у нас происходит взаимодействие протоколов на одном и том же уровне, то есть уровень N одного узла взаимодействует с уровнем N другого узла, однако физически у нас происходит передача информации на одном узле сверху вниз, потом взаимодействие по самому нижнему уровню протоколов, и на втором узле у нас передача информации на соответствующий уровень второго узла. Каждый уровень у нас предлагает какой-то набор услуг, некий функционал он выполняет, и этот функционал выливается в то, что нижнележащий уровень предоставляет в вышнележащем уровне набор сервисов услуг. Фактически в этом есть смысл каждого уровня. Уровни взаимодействуют между собой через точку доступа к услуге. При этом у нас на каждом уровне находится пакет этого уровня. У каждого протокола на каждом уровне пакет может иметь свое название. Он состоит собственно из данных и управляющей информации данного уровня. И соответственно у нас при переходе через точку доступа к услуге у нас разбирается пакет, отдельно данные, отдельно управляющая информация. И соответственно у нас передается пакет вместе с данными и управляющей информацией далее. И после этого при приходе на второй узел у нас распаковывается пакет, соответствующий уровень рассматривает управляющую информацию этого уровня от другого узла и как-то ее обрабатывает. То есть в принципе это похоже на то, что вы укладываете посылку в пакет, пакет в коробку, несколько коробок укладываются в мешок, мешки складываются в контейнер, контейнер перевозится на другое место и таким же образом мы распаковываем. И на каждый уровень мы передаем нужную информацию. Давайте рассмотрим конкретно несколько стеков протоколов. Стек протокола ISOC интересен тем, что он строится от модели. То есть в начале была построена эталонная модель из неких умозрительных соображений. Ну так например вы видите, что в эталонной модели ISOC у нас заданы 7 уровней. Рассматривалось несколько вариантов, то есть не только 7, но и 5, 9, 13 уровней. Но остановились на 7. На 7, наверное, потому что обычный человек воспринимает не более чем 7 плюс-минус 2 объекта. Модель была создана, а стека протоколов как такового не было. В результате стек протоколов собирался из адаптации протоколов из других стеков. Ну вот, например, вы видите, те, которые начинаются на ISO, это конкретно адаптация из других стеков, например, ISOIP. Понятно, что адаптация IP для ISO. X протоколы это IQ протоколы. Естественно, у нас произошла адаптация протоколов IQ. Ну и некоторые протоколы были сделаны специально под стек ISOC. Например, протоколов там для передачи файлов не очень-то сложный протокол, поэтому мы его сделали полностью вручную. Ну вот примерно название этих протоколов основных. Эти протоколы пытались внедрять в Евросоюзе. При этом интересно, что часть протоколов была потом поглощена стеком IP. Например, протоколы X500, достаточно сложный протокол для службы каталога сети, был преобразован сначала в протокол LDAP, то есть легковесный протокол управления каталогами. Первая версия протокола действительно была легковесная, но, дойдя до уровня третьей версии, протокол стал достаточно мощным, тяжеловесным и в некоторых аспектах превзошел протокол X500. X400 – протокол обработки почтовых сообщений. Протокол появился после протокола SMTP и POP и MAP и более продвинутый. Например, в этом протоколе можно отменить отправку письма, даже если письмо доставлено уже другому пользователю. Но невозможно было внедрить такие изменения в текущий протокол IP, поэтому есть набор протоколов разных внутренних систем работы с почтой. например, Microsoft Exchange развивает свой протокол, который использует в наработке протокола X400. Поскольку у нас модель ISO-ОСИ используется как эталонной, то с ней сравниваются все остальные модели. Например, Тенненбаум не признает модели ISO-ОСИ, он строит свою модель, модель на основе смешанной стека TCPIP и IEEE 802, но все равно каким-то образом он делает отсылки к эталонной модели ISO-ОСИ. В модели IEEE 802 рассматриваются только нижние уровни, канальный, физический. Физический уровень модели ISO-ОСИ, как вы помните, не рассматривает среду передачи, он начинается с кодирования и нижний опускается. Но для практического применения нам среда передачи нужна, поэтому IEEE рассматривает среду передачи. Канальный уровень IEEE 802 разбивает на два подуровня. Ну, опять же, как вы помните, это историческое разбиение, то есть уровень LLC был введен под давлением IBM, поскольку это уровень, который использовался в протоколах IBM сетевых. Но многие другие протоколы или специфическим образом его используют, либо вообще обходят. Но этот уровень есть, и его нужно знать и представлять, что он есть. Turnbaum, кстати, этот уровень рассматривает отдельным уровнем. Модель TCPIP, опять же, вначале был сформирован стэк протоколов TCPIP, а потом была сформирована эталонная модель в соответствии с моделью ISO оси. Тут интересно то, что транспортный уровень захватывает и сетевой, то есть протокол типа UDP, он не создает канал, то есть транспортный уровень обязательно создает у нас канал для взаимодействия, то есть сессию, а UDP сессию не создает, поэтому фактически он является протоколом IP с добавлением адресов транспортного уровня, то есть сетевым протоколом с добавлением адресов транспортного уровня. При этом в модели и в стеке протоколов TCPIP есть истинный датограммный протокол, который не имеет широкого применения. Вот у нас примерно так выглядит стек протокола TCPIP. Тут интересно, что интерфейсный так называемый уровень или физический уровень соответствует канальному физическому уровню ISO оси, и в стеке протоколов TCP фактически не рассмотрен. То есть вот он есть у нас и задает четыре уровня модели TCPIP, нижний уровень из рассмотрения выпадает. Единственное, на что он влияет, это на точку доступа к услуге интерфейсного уровня, или канального уровня, пожалуйста. Например, у нас есть протокол ARP, это протокол разрешения адресов, то есть у нас этот протокол служит для того, чтобы установить соответствие между IP адресом, мест сетевым адресом и интерфейсным адресом, то есть адресом канального уровня. Так вот, их два протокола ARP и NARP. ARP для сред с широковещанием, например, Ethernet, а NARP это абсолютно аналогичный протокол для сред без широковещания, например, ATM. ATM у нас не широковещательный протокол, и там ARP работать не будет, там работает NARP. UDP, мы видим, захватывает сетевой уровень интенсивно. Значит, TCP, это основной протокол транспортного уровня, много недостатков у него. Для устранения недостатков был создан протокол SCTP. К сожалению, он пока не получил широкого применения. В принципе, ожидалось, что он будет широко применяться, и если бы всё развивалось по стандарту, так и было бы. Но вместо него стали применять протоколы прикладного уровня, которые реализуют на прикладном уровне всю функциональность SCTP. А работали эти протоколы прикладного уровня поверх UDP. Поскольку, ещё раз скажу, UDP это простейший протокол IP с адресом транспортного уровня. То есть, работать поверх UDP всё равно, что поверх IP. Ну и протоколы маршрутизации входят сюда же. Это RIP, OSF, BBGP, разные виды протоколов маршрутизации. ICMP — это управляющий протокол для посылки управляющих сообщений на сетевом уровне. И прикладной уровень, поскольку у нас соответствует трем уровням верхней модели ISO-C, содержит протоколы. Тут помещены они таким образом, чтобы было видно, каким уровнем они соответствуют. Например, DNS соответствует сеансовому уровню, потому что услуга сеансового уровня — это услуга разрешения адресов. DNS разрешает адресы. Также тут находится LDAP протокол, который соответствует X500. Протокол SOX — это прокси сеансового уровня. Ну и дальше протоколы, которые вы чудесно знаете. Протоколы шифрования. SSL уже считается устаревшим протоколом. На его место пришел TLS протокол. Ну и SSH — это удаленный доступ с шифрованием. До стандартизации SSL TLS SSH использовался как протокол для организации туннелей с шифрованием для других протоколов. Ну и различить можно достаточно легко. Если мы используем шифрование посредством SSL или TLS, буква S — Security добавляется в конце. Например, HTTPS. А если мы используем туннель поверх SSH, то буква S ставится в начале. Например, SFTP. То есть Secure FTP. Вот так вот. Но FTP тоже активно умирает и скоро перестанет поддерживаться в HTTP клиентах, броузерах разных. Такова жизнь. Ну вот тут перечислены основные протоколы, их название, чтобы вы хотя бы помнили это название и потом могли бы воспроизвести. И протоколы маршрутизации у нас разделяются на протоколы внутренней и внешней маршрутизации. Внутренняя маршрутизация внутри системы, внутри автономной системы, а внешняя маршрутизация между автономными системами. Собственно, автономная система — это минимальная сеть, которую можно маршрутизировать из интернета. Обычно она составляет не менее 64 сетей класса C. И BGP — это протокол для маршрутизации внешней между автономными системами. RIP — очень простой протокол, дистанционно-векторный, то есть он учитывает только количество хопов, то есть дистанцию между точками, практически не требует настройки. Включили, сразу работают. OSP — более сложный протокол. Тут учитывается состояние канала, например, скорость передачи, то есть канал со скоростью 100 мегабит или гигабит, предпочтительнее, чем 10 мегабит. Более сложный протокол — протокол с зонированием, то есть разбивается на несколько зон, но, естественно, требует предварительной настройки. Тут основные протоколы транспортного уровня. DCCP — это датограммный протокол транспортного уровня, то есть он настоящий протокол транспортного уровня для передачи датограмм, таких, как передает ODP, и он устанавливает соединения, то есть соответствует транспортному уровню и СОСИ. Но и DCCP и SCTP, к сожалению, на данный момент слабо применяются, не начали широкого распространения. Ну и вот тут у нас перечислены основные протоколы для прикладного уровня. Стэк IPX SPX — это стэк, который был предложен компанией Novel для операционной системы NetWear. NetWear интересно тем, что это пример инженерного подхода, то есть система строилась так, чтобы она могла оптимально работать на слабом оборудовании, то есть невысокой мощности оборудования, и на его основе можно было построить нормальный файловый сервер и сеть для связи с файловым сервером. Дело в том, что тогда как раз был период файловых серверов и файловых операционных систем, ну потому что на большие мощности компьютеров персональных не хватало. Ну вот основной протокол. Тут основной протокол, кстати, IPX, он для того, чтобы передавать по сетевому уровню. Этот протокол вбирает в себя очень много, он имеет очень большую функциональность, и SPX, аналог TCP, имеет не такую широкую функциональность, как TCP, то есть он как приложение к IPX. IPX это, очевидно, протокол для маршрутизации, то есть это маршрутизируемый протокол. Ну и сверху основные протоколы NCTP, это сетевая файловая система SAP. Вот тут вот описание. Протокол для анонсирования сервисов есть и в IP, применяется интенсивно при конфигурировании типа ZeroConfig, или API, конфигурирование, когда адрес получается из узкого пула для неконфигурируемых сетей, и для анонса каких-то сервисов, например, принтера, маршрутизатора и так далее. В этом отношении протокол IPX был очень продвинут, и сервис для анонсирования разных услуг в сети был очень сильно развит. То есть очень удобный протокол был. Но из-за своей специализации на слабом оборудовании, он из-за проприетарности, он в конце концов практически вымер. Ну и протоколы NITBIOS SMB, это от стека протоколов IBM Microsoft осталось. Тут мы выкинули нижние уровни. Ну скажем, NITBIOS это протокол сеансового уровня, который может работать поверх разных протоколов. Ну первоначально он поверх LLC работал, а теперь чаще всего он работает поверх IP, но есть и поверх IPX. И SMB это файловая система, основа сетей файловых сервиров Windows. Версия первая, вторая и третья сейчас самая продвинутая. Ну фактически вы будете, если сталкиваться с сетями Windows, то будете работать именно с протоколом SMB и его сервис-меседжблок, его вариантами. Значит вот у нас три реализации основных NITBIOS. NITBIOS это то, что использовалось в старых версиях Windows, но поскольку IP тогда еще не победил, они думали, что победит их вариант протокола. Ну в результате сейчас используется NBT, NITBIOS поверх IP. И в Windows и в эмуляции данной файловой системы в NITBIOS. Это эмулятор Samba называется. Он эмулирует сервис-меседжблок, файловую систему, протокол файловой системы и NITBIOS. Субтитры создавал DimaTorzok